Здравствуйте, меня зовут Артем, с вами компания WorkTrack и сегодня мы поговорим о тормозной системе на автомобилях Scania. Изучать тормозную систему мы будем на этом автомобиле. В данном случае мы имеем автомобиль с системой EBS и с барабанными тормозами. Про само устройство механическое тормозов я сильно затрагивать не буду, скажу только одно, что мы имеем, то есть барабан жестко закрепленный на колесе, крутится вместе с колесом, есть поворотный кулак, на котором закреплены тормозные колодки, есть тормозной вал с эллипсной частью с одной стороны. При повороте этого тормозного вала колодки расходятся и затормаживают барабан, соответственно колесо. Так устроена механическая часть этого автомобиля. Но изучим дальше, как устроены дальше механизмы, как это все приводится в действие. Здесь у нас есть такой механизм, как энергоаккумулятор. Бывает энергоаккумулятор устанавливается, бывает тормозная камера устанавливается. Отличие у них простое. Тормозная камера не имеет стояночной тормозной системы. То есть, когда вы ставите автомобиль на ручник, это колесо будет дальше продолжать крутиться. Здесь у нас установлен энергоаккумулятор и на нем как раз хорошо можно изучить, как у нас устроена и стояночная тормозная система. Энергоаккумулятор имеет две камеры. Одна камера рабочая, вторая камера стояночной тормозной системы. Рабочая камера работает таким образом, что при подаче давления воздуха она приводится в действие и затормаживает колесо. Стояночная камера работает от обратного. Когда мы воздух снимаем с нее, она затормаживается, усилим пружины. Почему, в принципе, и называется энергоаккумулятор? Потому что он аккумулирует в себе очень большую силу этой пружины. У нас здесь имеется винт для того, чтобы механически растормозить стояночную камеру. В случае, когда у нас нет возможности накачать воздух у автомобиля, мы можем выкрутить этот винт и высвободим, соответственно, это колесо. Начал специально с этого, чтобы было понятие, для чего же нам нужен воздух вообще в принципе в автомобиле, в тормозной системе. А теперь изучим уже непосредственно с другой стороны. Раз нам нужен воздух, нам нужно чем-то его добыть, чем-то накачать, куда-то сложить. Соответственно, для этого у нас служит в первую очередь компрессор, который закреплен жестко на двигателе, имеет шестеренчатый привод от него. Как только мы запускаем двигатель, запускается компрессор и накачивает воздух в нашу систему. Это было до 6 серии. На 6 серии уже было установлено сцепление и компрессор отключаемый. То есть, когда система достигает нужного давления, компрессор отключается и больше не крутится. Крутится только одна шестерня. Вот через эту трубку входит воздух. Вот это глушитель. Глушитель нам нужен только для того, чтобы снизить шум этого компрессора. Было очень много жалоб и шведы придумали такую вещь. Дальше в воздух входит сам компрессор. Компрессор имеет аналогичную систему, как и двигатель. Там тоже стоит коленвал, два цилиндра, два поршня. Воздух накачивается этими поршнями. Поршня в компрессоры загоняют этот воздух дальше вот по этой трубке и он проходит вот сюда. Так как воздух мы с улицы взяли холодный, он у нас прошел через горячий компрессор, воздух нам нужно обратно охладить, чтобы собрать в этой части максимальное количество конденсата, для того, чтобы не пустить этот конденсат в саму систему. Конденсат для нас в данном случае враг, потому что зимой он замерзает, да и вообще в любое время года делает нехорошие вещи. Что-то может заржаветь, что-то может выйти из строя. Поэтому мы собираем вот здесь, вот он проходит через охладитель воздух, конденсируется, соответственно, проходит дальше, попадает во второй охладитель, тоже конденсируется и попадает в блок подготовки сжатого воздуха, так называемый АПС. Блок состоит из трех частей. Первая часть — это осушитель, вторая часть — блок защитных клапанов, который как раз распределяет воздух у нас по системам, по давлению. И третья часть — это блок управления всей этой системой электронной. Поговорим сначала об осушителе. Как ясно из названия, основная его задача — это осушать воздух. То есть воздух у нас заходит в осушитель, проходит через картридж. Картридж заполнен селикогелем, обычным, такой же, как вы видите, когда вы новые ботинки покупаете. Там лежат пакетики, в этом пакетике находится селикогель. Здесь просто лучше качество. Он проходит, осушается и уходит дальше. Что у нас есть еще на осушителе? На осушителе у нас есть аварийный клапан сброса. Если что-то пошло не так с системой и она начинает набивать больше давления, свыше 14,5 бар открывается этот клапан и механически сбрасывает это давление. Клапан механически, как я уже сказал, имеет простую пружину и простой клапан. То есть открывается усилием этого давления. Что еще у нас есть на осушителе? На осушителе у нас есть регулятор давления воздуха в стояночной тормозной системе. Регулируется отсюда вот этим винтиком. Этот болт не нужно крутить сразу на 10 оборотов, иначе сломаете. Полуоборота, оборот, посмотрели, что сделали. Только таким образом регулируйте. Почему именно стояночной? Потому что стояночной тормозной системе должно быть давление не выше 8,5 бар. Почему именно так? Да потому что это евростандарт. Так договорились уже давно, что все полуприцепы, прицепы и доп. оборудования, рассчитано на это давление. В самой же системе в основных контурах мы можем иметь давление до 12,3 бар. Так, и последнее, что у нас установлено на осушителе, это основной сброс воздуха. Очень часто люди заблуждаются и думают, что это сброс лишнего воздуха. На самом деле лишнего воздуха в системе у нас нет. Как только система накачивает давление, мозги подают сигнал, срабатывает электромагнитный клапан и открывает подачу порционную вот на эту трубочку. С этой трубочки воздух уходит на компрессор, на клапан, который открывает дополнительную камеру и перекрывает подачу в систему. И воздух циркулирует в компрессоре, то есть подача воздуха в систему больше не идет. Соответственно, встает вопрос, для чего же тогда нужен этот сброс воздуха. Он нужен для того, чтобы осушить систему. Мы конденсат здесь в фильтре набрали, а фильтром мы хотим пользоваться довольно-таки долго. Для этого блок опять же подает сигнал, срабатывает второй электромагнитный клапан и открывается подача воздуха на сброс этого воздуха и продувку системы от конденсата, чтобы продуть фильтр. Также у этой системы есть еще дополнительная функция, начиная с пятой серии. На четвертой серии подогрев осушителя шел теном электрическим, на пятой серии его нет. Есть возможность его установить и подключить, но с завода он не идет. Подогрев этой системы осуществляется за счет этой же продувки. Как только машина видит температуру воздуха минусовую, то есть начиная от плюс одного и ниже, она начинает обогревать эту систему. Обогревает таким образом, то есть включается та же самая продувка, но при этом случае электромагнит, который перекрывает компрессор, отключается и воздух идет непосредственно теплый с компрессора в эту систему, чтобы его подогревать. Сколько этих продувок будет, система регулирует сама. Единственное, что обязательно всегда, продувка происходит при заполнении этой системы и продувка происходит при выключении зажигания. Объема компрессора нам не хватит для наших потребителей. Для этого мы используем резервуары, чтобы складывать этот воздух и набирать это давление. Для этого у нас служат ресиверы. Ресиверы не запитаны в общую систему, они имеют каждый свой контур и запитываются по контурам. Если вы сядете в машину, то вы увидите, что у вас на панели приборов будут разные контура. Первый, второй, возможно будет еще и стояночная тормозная система. Первый контур это задний мост, рабочая тормозная система. Второй контур передний мост, рабочая тормозная система. Третий контур у нас идет стояночная тормозная система. Но также есть в машине еще как минимум два контура. Это четвертый контур дополнительное оборудование и пятый контур это подвеска. Если, допустим, автомобиль находится, ну, конечно, не в таком состоянии, но все же, то есть в таком состоянии, что мы его не можем запустить и набрать воздух, а нам нужно его передвинуть. Что делать в этом случае? Для этого мы пройдем к соседнему автомобилю и я вам покажу. Что я вам хочу рассказать. То есть у нас есть здесь точка, куда мы можем заправить воздух, если у нас автомобиль в разобранном состоянии. Допустим, если у нас нет возможности его запустить. Нам нужно накачать воздух для того, чтобы, допустим, передвинуть его. Качать нужно только вот в эту точку. Почему именно в нее? Потому что этот воздух проходит через засушитель. Для того, чтобы не загонять конденсат в тормозную систему. Вообще в наши рабочие механизмы. Понимаю, что бывают случаи такие, когда эта система подразобрана и нет возможности через эту трубку заправить. Тогда мы, конечно, можем обойти это правило и воспользоваться вот этой панелью, которая у нас сейчас в данном случае подснята. Но вообще она устанавливается вот так вот здесь. Вот. Но она вся размечена. То есть здесь есть контура 21, 22, 23, 24, 25. Как я вам уже говорил, первый контур это у нас задний мост рабочая тормозная система. Он здесь 21. Аналогично 22 это рабочая тормозная система передний мост. Нам они не нужны для того, чтобы передвинуть, допустим, в рим-зоне автомобиль. Нам достаточно закачать в 23. Это у нас стояночная тормозная система, растормозить автомобиль и передвинуть его каблучками, остановить. Давайте не будем хотя бы этот конденсат загонять во всю тормозную систему в этом случае. Это на пятой серии. Теперь рассмотрим шестую серию. Если мы подойдем к этому же месту, как на пятой серии, и начнем искать наши контрольные точки, наши входы, то мы их здесь не найдем. Они были перенесены с этого места в другие места. Сейчас я вам покажу, куда. Основная точка, куда нужно закачивать воздух при таком случае, как у нас, это вот эта. То есть она проходит через осушитель, и воздух осушается, соответственно, освобождается от конденсатора. Если вот эту вот мы панель рассмотрим, то здесь у нас исключительно диагностические точки, в которые воздух закачивать не нужно ни в каком случае. Для того, чтобы найти панель, которая нам нужна с контрольными точками, нам придется пройти в другое место этого автомобиля. Нам нужно отвернуть левую переднюю фару. То есть мы снимаем декоративную панель и отворачиваем вот эти два болта. Открываем, соответственно, облицовку, открываем нижнюю подножку и откидываем фару. И здесь мы находим как раз эту диагностическую панель, которую мы с вами искали. То есть это точки замера в разных контурах. Здесь достаточно, то есть на этом автомобиле достаточно откинуть эту фару, найти двадцать третий контур, закачать и, соответственно, передвинуть этот автомобиль. Мы возвращаемся с вами опять к нашему автомобилю, с которого мы начали. Тормозная система бывает двух видов. Бывает EBS, бывает ABS. Отличие их простое. EBS управляется при помощи электроники. АБС управляется при помощи воздуха. Когда водитель видит неисправность какой-то системы EBS, он очень часто обращается с жалобой, что у него нет тормозов. На самом деле тормоза есть. Когда происходит какая-то неисправность системы EBS, она автоматически отключается и приводится в действие система ABS, которая всегда находится в резерве этой системы. Соответственно, водитель нажимает на педаль тормоза, задает какую-то задачу автомобиля на торможение. Блок управления, который находится в кабине, принимает эту задачу, но ему еще нужно понять, какой конфигурации у него автомобиль. То есть это может быть магистральный тягач, как в данном случае. Это может быть магистральный тягач с полуприцепом или прицепом. Это может быть загруженный автомобиль. Наличие полуприцепа или прицепа система определяет по поворотникам. То есть как только вы ставите перекидку, подключаете перекидку на полуприцеп, машина сразу же видит наличие полуприцепа. Одно выяснили. Второе. Нагрузка. Нагрузка определяется при помощи датчика, который встроен в заднюю подушку на ведущем мосту. Сейчас я вам его покажу. Загружен ли у нас прицеп или нет, мы определяем по нагрузке на заднюю ось. Определяет у нас вот этот датчик. Работа его очень простая. Чем больше давление в подушке, тем больше нагрузка на заднюю ось. Теперь автомобиль знает конфигурацию, знает задачу от водителя. Блок управления ее обрабатывает. Также он обрабатывает возможность торможения дополнительными тормозными механизмами, такими как ретардер, горный тормоз и так далее. Но сегодня мы их изучать не будем. Мы будем изучать непосредственно основную тормозную систему. Просто знайте, что это тоже обрабатывается этой же системой. И тоже все учитывается. Блок управления. Принял сигнал, обработал. Дальше он отправляет сигнал уже на модулятор. Вот это модулятор переднего моста. Здесь вот установлены модулятор заднего моста. Модулятор принимает сигнал, открывает подачу воздуха. Он подключен к воздуху. И воздух у нас идет на кран АБС. Служит у нас для того, чтобы разблокировать колеса в нужный момент. То есть это так называемая антиблокировочная система. Когда колеса идут на юз, под колеса попадают камни, вода, грязь и так далее. И машина идет как на лыжах. Путь тормозной увеличивается. Управление теряется автомобиля. И чтобы этого избежать, существует такая система. То есть она держит автомобиль на грани блокировки колес, но не дает их заблокировать. При этом сокращается тормозной путь и остается у нас управление автомобилем. То есть управление автомобилем не теряется. Как определяет она непосредственно это колесо, крутится оно или не крутится. Нам нужно чем-то определить это. И определяется это при помощи АБСных датчиков, который идет отсюда и входит в поворотный кулак. На колесе установлено импульсное кольцо с шашечками. Почему и важно, чтобы оно было чистое и не погнутое, и люфтов, чтобы не было ступицы. Потому что датчик определяет по этому импульсному кольцу число оборотов этого колеса, скорость колеса. Как только колесо начинает блокироваться, клапан крана АБС его разблокирует. На сегодня все. С вами была компания WorkTrack. Спасибо за внимание.